Ты же имеешь в виду эту голубую букву, но эта серо-голубая буква получилась случайно, я об этом не думал, честно говоря. Может быть в этом и есть какая-то символика, что это витальное начало этого человеческого бытия. Вот, может быть, порой случайности бывают лучше, чем закономерности, закономернее самих закономерностей, если можно так выразиться. Ну, это, конечно, большая работа, по объему, это же надо весь этот материал проработать было, да? Да. Она написана по временному масштабу. Давно? Да, я довольно ее и долго писал, и много перерабатывал. Она написана года три назад, но до этого был другой вариант картины. Пятый же? Да, можно сказать, что это просто одна из трех картин одного цикла. Она вначале задумывалась, она просто как какой-то праздник в деревне происходящий, но потом она переработалась. Вот эта тема. Ты знаешь, какой-то феномен. Вот если ты посмотришь на мою камеру, да, вот тут я вижу совершенно не то, что вижу на картине, кстати, вот какой-то, вот смотри, на это вот лицо, я его не могу, на этой зине, кстати, вот, посмотри, вот это вот лицо, и я его на картине вижу, я что-то там приблизил. Ну вот, посмотри, вот это феномен, где мелькает, что-то желтое, вот смотри, вот, видишь, а когда я смотрю, ты как, понимаешь, о чем я говорю? Это третий глаз, это третий глаз вот этой маски. Покажи, где это пространство. Вот это, это третий глаз вот этой вот маски. Ах, вот, да, вот ты смотри. В принципе, оно называлось «Праздник в деревне», вот, ну, так, можно сказать, условное название, ну, так можно его и оставить пока. Праздник в деревне, да, мне казалось, что это совершенно технократическая такая работа. Ну, может быть, хотя я себе представлял это как некий поселок такой. Ага, феноменально, как бы я ни снимал, корни боящих традиций. Да, свои, людоедские традиции. А, ганимализм, да. К ганимализм, да. Острые зубы, острые зубы, то есть приближаться к животному, да? Да. Зачем острые зубы нужно заточенные? Пожирание печени своего врага и так далее. Делает его сильным. Да. Ну, вот видишь, мой ганим такой, который будет прикреплен к основному, поскольку события в Гамбурге, а мы живем все-таки в Гамбурге, пока. Да, да. Будет Гамбург, а субдомен будет искусство, кунст по-денски. Гамбург и искусство. Вот я там сделаю, пусть это работает и отлеживается тоже в интернетовской духовке. Да, в своей интернетовской духовке. Там есть тоже духовка, которая, там еще социологические исследования можно проводить, правда, я не знаю, не возрастных групп, но интернет, вот это, так сказать, дело для молодых ребят. Они там бешеный ритм, кстати, ищут в музыке совершенно. Да, да. Вот тоже, знаешь, разные совершенно темпы восприятия жизни. Мы, наверное, как река времени, она для нас медленно, а быстрые ее течения, так сказать, мы обходим. А молодежь уже в другой реке времени влюбляется, где скорости, другие впечатления, другие ассоциации, другая музыка, другие ритмы. Но вот это тоже, вот у них свой квадрат Малерьевича, понимаешь, который они сами придумали, не рисую его, в общем, а неосознанно, наверное. Ну вот, конфликт поколений, новая генерация. Но вот, кстати, ну это в духе новой генерации, в общем-то, молодежи должно это все тоже восприниматься. Да, я знаю, что молодежь с интересом рассматривает мои работы, потому что их интересует многоплановость, они просто... Уже развитой ум такой может это воспринять. Они просто, просто-напросто порой озадачены и удивляются, и останавливаются, совершенно пораженные вот этими вот коллизиями, которые происходят на холсте. Они такого никогда не видели. Да, в жизни. Они привыкли к более такому, менее напряженному, живописному какому-то ритму. Современное образование еще направлено на то, что, к сожалению, идет... Расслабленность идет сильная. Да, идет, так сказать, некая такая... Расслабленность психики. Ранняя специализация, некая такая обломовщина прослеживается. Да, да, некоторая обломовщина прослеживается. Поэтому для них это тоже так... Напряжение, напряжение. Работа мысли нужна. Да, но она несколько и удивляет, и вместе с тем и привлекает. Ну, хорошо. Вообще, я, так сказать, не знаю, ведь это... Другими средствами рассматривают твою картину не своим глазом, а с глазом камеры. Может быть, это тоже интересно. Да, так сказать. А получилось, знаешь, как будто одна вот такая работа. Одна переросла в другую, тоже такой маленький парадокс. Ну, просто это большая она более... Идти дальше и пытаться как-то... Не останавливаться. Не останавливаться и быть, продолжать быть в каком-то смысле даже и новатором. Хотя я всегда, так сказать, это новаторство не считал никогда в отрыве от традиции, как это делал Малевич, который просто-напросто черным квадратом стремился уничтожить прошлое искусство и объявил гробокопателями всех мастеров, которые после него работали в этом направлении. Это не абстракт. Потому что он уже все превзошел. Это мог сделать только очень смелый человек, с необычной внутренней уверенностью. Да, это был человек, а не обычный, бесспорно.